Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 14 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. Эта глава продолжает тему, начатую в двух предыдущих главах о тонкостях духовной жизни, о дарах Святого Духа, о том, как дары Святого Духа проявляются и приносят плоды в жизни христианской общины. И вершиной духовного пути человека является милость, способность любить, давать ответ на любовь Бога, проявляя милосердие, долготерпение по отношению к своим ближним и к самому себе тоже. Поэтому эта глава начинается словами «Достигайте любви, стремитесь к тому, чтобы обрести полноту любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Дары духовные, понятно, что это дары Святого Духа, это действия Святого Духа, которые осуществляются через конкретных людей, руками, языком, глазами конкретных людей. И, конечно, может быть, величайший дар является дар пророчества. О том, что апостол Павел здесь имеет в виду, возникают разные суждения. Но прежде всего пророчество — это способность человека видеть действия Бога в своей жизни, в жизни своих ближних, в жизни общины. И поэтому во время богослужений, во время чтения Слова Божия кто-то мог свободно взять Слово для того, чтобы пророчествовать, для того, чтобы увидеть те знаки божественного присутствия, которые ему открываются. И в этом состоял дар пророчества. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духам. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». И здесь апостол Павел сравнивает пророчество с даром гласолалии, то есть способности говорить на незнакомых языках. И коринфяне этот дар ценили больше всего. Вчерашние язычники, они, конечно, помнили прекрасные зрелища, которые устраивались в честь, например, Бога Диониса. Всяческие языческие игрища и представления — это всегда очень зрелищные события. И поэтому они тоже имели этот вкус, эту склонность ко всему зрелищному, в частности, гласолалия. И апостол Павел здесь пытается умерить их пыл. Он начинает с того, что пророчество — это прекрасный дар. И гласолалия тоже по-своему прекрасный дар, но пророчество важнее. Почему? Потому что апостол Павел в другом месте говорит о том, что мы не знаем, о чем просить Бога, и мы не умеем молиться. И в этот момент Бог приходит к нам на помощь. Он сам дает нам Святого Духа, который в глубине наших сердец воздыхает воздыханиями неизреченными. И поэтому гласолалия как молитва, как слово, обращенное к Богу — это и есть воздыхание Святого Духа. И апостол Павел говорит о том, что многие люди предрасположены думать, что Бог понимает, и это важно. Окружающие завидуют, восхищаются, ничего не понимают, и ты сам ничего не понимаешь, но это не так важно. И апостол Павел здесь говорит, что нет, это очень важно. Гораздо важнее то, что служит людям в назидание, увещание и утешение. Здесь три ключевых слова, которые иногда проходят стороной мимо нашего внимания. Слово назидание или слово созидание означает такой труд, когда вы собираете камни для того, чтобы построить здание. И вот из этих разбросанных камней появляется нечто совершенное, гармоничное. Точно так же созидается тело Христова, созидается община. Поэтому все, что мы совершаем, оно должно быть направлено на это созидание, на созидание общины. Слово увещание означает некое обличение и, может быть, когда призывают к ответу. Поэтому настоящий апостол, настоящий пророк всегда произносит слова увещевания, слова, которые судят дурные поступки, ошибки человека. Но наряду с этим третья очень важная составляющая — это слова утешения, это слова, которые дают силу, слова, которые дают радость тем, кто их слышит. И одно без другого невозможно. Поэтому созидание, созидание общины — первый критерий. Слова увещевания — не говорить то, что другие хотят услышать, быть нелицеприятным. И одновременно, чтобы твои слова не убивали, не уничтожали твоих слушателей, но служили им утешением и ободрением. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Итак, гласолали — это прекрасное свойство, прекрасный дар. Но лучше, если вы все будете пророчествовать, потому что пророчества — это слова, которые говорят к разуму и к сердцу твоих собратьев, и поэтому созидают общину. Тот, кто говорит на непонятном для себя и других языке, лишь назидает самого себя. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» Здесь апостол Павел приводит в качестве пример музыкальные инструменты. Почему? Слова пророчества, как и всякие духовные слова, как и человеческий голос, — это сочетание двух вещей. Во-первых, это дыхание, для того, чтобы мы издавали звук, нам нужно набрать дыхание, и затем артикуляция. Если мы просто выдыхаем воздух, никак его не артикулируя, это будет просто шум. Если мы начинаем артикулировать беззвучно звуки, но не подаем воздух, то это тоже остается беззвучным и бездейственным. И поэтому точно так же, как в музыкальных инструментах, нужно сочетание того и другого, точно так же и слова пророчества должны обладать и тем, и другим, для того, чтобы быть внятными, для того, чтобы их могли другие понять. И наоборот, если гласолалия превращается в такое неартикулированное звучание каких-то непонятных звуков, то оно не приносит никаких плодов. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Потому что если ты берешь в руки горн и зовешь в атаку, то ты зовешь конкретному действию, и тогда будет конкретный ответ. Если звук будет неопределенным, то никто в атаку не пойдет. Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, варвар буквально, и говорящий для меня варвар. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Таким образом, чтобы дары Святого Духа были не только для ублажения вашего тщеславия, или вашего любопытства, или вашего желания чего-то необычного, но для того, чтобы это было направлено для подлинного обогащения и вас, и созидания общины. «А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Ты можешь совершать какую-то молитву, и действительно Святой Дух издает эти неизреченные воздыхания, и Отец их слышит. «Но если твой ум ничего из этого не улавливает, то имеет ли такая молитва пользу для тебя?» И апостол Павел этот вопрос оставляет открытым, имеется в виду «нет». «Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять и Духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении. «Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Опять же, апостол Павел очень точно диагностирует желание коринфян просто какой-то зрелищности. Иногда просто для того, чтобы произвести яркое впечатление, люди начинают говорить на языках. Но все это абсолютно бесплодно, потому что это тщеславие. И апостол Павел указывает на то, что если это действительно дар Святого Духа, то нужно молиться, чтобы рядом оказался другой брат, который от Святого Духа в этот же момент получает дар истолкования. Иначе Святой Дух остается неверен самому себе. Логично предположить, что если он одному вообще не дает дар говорить на английских языках, он должен другому брату дать дар истолкования для того, чтобы все, о чем говорится, было понятно другим. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Здесь апостол Павел цитирует пророка Исайю. И возникает всегда проблема, пророк не бывает услышан в своем Отечестве. И в чем же проблема? Это проблема в том, что пророк искажает весть или он не чист своими устами, но в случае пророка Исаия его уста были очищены Серафимом и Огнем. Значит, проблема в другом. О том, что слова Бога и слова пророчества останутся неуслышанными, остается частью самого пророчества. Таково свойство Божественного Откровения, что оно сразу может остаться невоспринятым или отвергнутым. Это как некая вечная истина. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчества же не для неверующих, а для верующих. Имеется в виду, что когда в общине, во время богослужения кто-то произносит слова пророчеств, то это обращено, конечно, не к людям посторонним, не к людям внешним, а к своим, те, кто уже верующие и способны услышать эти слова и тоже различить действия Бога в твоей жизни. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, незнающие имеется в виду, непосвященные. Здесь апостол Павел употребляет слово «идиот», которое в нашем языке обрело немножко другое значение. Человек, который непосвященный в тайны какого-то языческого божества, он не может участвовать на полном праве в мистериях, потому что он просто ничего не понимает. Вот точно так же, если непосвященный войдет в ваше собрание, то не скажет ли он, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет «Истинно с вами Бог». Опять же, апостол Павел говорит, в чем пророчество более полезно, чем гласолалия, потому что гласолалия для внешних непосвященных людей выглядит как безумие. И на самом деле никто не может гарантировать, что это действительно не является безумием. Но, наоборот, слова пророчества, то есть слова мудрости и какие-то прозорливые слова, они пробивают сердце даже человека неверующего, настолько, что приведет его к покаянию и к осознанию того, что да, здесь истинно пребывает Бог. И завершается глава о том, как конкретно все нужно исполнять во время богослужений. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию». То есть здесь мы находим элементы, из которых состояло богослужение уже в древней христианской общине. Во-первых, псалмопение, то есть сборник молитв, гимнов, которые исполнялись вместе. И очень важно подбирать эти гимны, чтобы действительно вся община исполняла и словами этого гимна обращалась к Богу. Есть слова назидания, потому что кто-то готовит заранее. У кого-то есть язык, у кого-то есть откровение, у кого-то истолкование. Все это элементы, из которых состояло богослужение. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, максимум трое. И то порознь, а и один изъясняй». То есть если из вас два-три человека обладают даром гласолалии, то как минимум должен быть один, который все сможет истолковать и сделать вразумительным для всех собравшихся. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Имеется в виду, если нет толкователя, то ты дома молись или сам в себе. Вслух не нужно молиться на языках. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Опять же, в собрании только два или три человека могут пророчествовать, потому что если вся община вдруг начинает пророчествовать, или тем более это делает хором, то получается абсолютное безумие. Поэтому как минимум два-три оратора, а все остальные должны размышлять над сказанным. «Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира». Этот элемент очень важен, бывает, для христиан. И в духовной жизни тоже очень важно всегда помнить, что Бог есть Бог мудрости, Бог мира, и не Бог какого-то хаоса, расприй. Поэтому даже слова пророчеств, они должны служить миру. И это будет как раз указателем того, что действительно это действие Святого Духа. Так бывает во всех церквах у святых. И дальше следует вставка. В действительности несколько стихов можно было бы пропустить и продолжать мысль апостола Павла. Но здесь возникает очень болезненный вопрос о роли женщин в церкви, в собрании. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Здесь мы видим, что апостол Павел буквально противоречит тому, о чем он говорил в 11 главе. Там он, наоборот, говорит о том, что женщины могут и пророчествовать в церкви, то есть председательствовать на собраниях. И совершенно неважно, делают ли они это с покрытой головой или не с покрытой головой. Единственное, что им дает это право или не дает, это крещение. Всякий человек крещеный имеет право пророчествовать и мужчины, и женщины. Здесь апостол Павел говорит совершенно противоположное. И как же это объяснить? Дело в том, что в 80-е и 90-е годы в Римской империи происходят очень важные изменения именно в социальной структуре общества. В эпоху императора Нерона еще существовал такой социальный лифт, когда житель Тарса мог стать римским гражданином, когда женщины имели большой вес в обществе. И в посланиях апостола Павла мы видим Хлою, у которой есть свой корабль, мы видим Лидию и много других женщин, которые пользуются невероятным влиянием и в сфере бизнеса, и в сфере политики, и в сфере социальных отношений. Но в 80-е и 90-е годы общество начинает очень жестко структурироваться, и права женщин начинают уменьшаться. И здесь мы как раз находим отклик тех новых процессов, которые происходят в обществе. Но если сегодня мы читаем эти слова, допустим, возьмем конкретную ситуацию. За божественной литургией женщина имеет право читать апостольское послание или не имеет? Если быть верным 11 главе, имеет. Если быть верным 14 главе, апостол Павел говорит, в собрании женщина да молчит. Если она хочет говорить, пусть говорит у себя дома. Если она хочет у кого-то спросить, пусть спрашивают у своего мужа и тоже дома. Но ответ является единственным. Крещение дает право читать апостольское послание или нет. А все остальное это критерий мира внутри общины. Если традиция позволяет, если отношения внутри общины никак не нарушаются тем фактом, что женщина читает это послание, то нет никаких проблем. И главным критерием и главной точкой отсчета всегда является мир и согласие внутри общины. «Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Чинно, потому что Бог есть Бог порядка и красоты. Вполне допустим дар гласолали. Раз Святой Дух дает этот дар, то значит им нужно воспользоваться на благо общины. Но все-таки больше плода приносит дар пророчества. На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует...